Дорогие друзья, всем Маткульт привет из Тулуна, Восточная Сибирь. Сейчас попробуем записать ролик, прям сразу его выложить, как горячие пирожки. Ну, во-первых, всех с Рождеством. Поздравляю наступившим. В этом году, с Новым годом, естественно, с прошедшим тоже. Всем научных открытий, прекрасных походов, отличной погоды. Ну и мирного неба над головой. А вот это все на мне не просто так. Я должен был играть шоколадного короля Вилли Вонку. Но, к сожалению, не случилось спектаклю быть, потому что из-за карантина в нашей школе запретили входить родителям на новогодний концерт. Ну, ничего, мы не огорчились. Мы в этом костюме, значит, теперь будем снимать иногда ролики. Ну, вот, по крайней мере, сейчас снимем в нем. Значит, первое, что я хочу сказать. Мы ошиблись в ролике, в котором разбирали задачи задачного композитора. Ролик, где те задачи, с которыми не справился чат ДжПТ. Там я просто откровенно налажал. И что круто, что Михаил этого не заметил. Значит, там было, помните, король был, да? Король и мудрец. И там было, были мешки, в каждом было по 100 монет. Здесь 7 грамм, 8 грамм, 9 грамм все монеты. Ну, и нужно было за два взвешивания определить, в каком какие. И первое было все правильно сделано. То есть, мы сделали, соответственно, такой, как это, эталон из 7, кстати, я сказал 10, тоже оговорился. 7 монет по одной монетке из каждого ящика. Берем, и тогда получается, естественно, что в сумме, они будут весить, значит, сумму вот этих чисел, то есть 70 грамм. Итак, у нас есть, как бы, эталонная монета в 70 грамм. Ну, и дальше, да, мы, если возьмем 7 монет отсюда и сравним с 70 граммами, мы будем точно знать, здесь наш мешок, здесь или здесь. А вот дальше я сказал лажу. Я говорю, а дальше берем отсюда 3 монеты из этого, этого и этого. И сравниваем с 3 монетами из этого центрального так, как будто мы уже знаем, какой из мешков содержит 7, какой 8, какой 9, или, по крайней мере, знаем группу из этих трех. Но мы ничего не знаем, мы только знаем, что наш мешок один из этих трех. Как же исправить эту ошибку? Ну, в принципе, исправить ее совсем не сложно. Нужно просто эталонов взять достаточно много. Берем вот эталонов какое-то количество. Такое количество, вот понимаете, чтобы оно на 8 делилось, да? Если мы возьмем количество эталонов, которые делятся на 8, то потом мы из одного из вот этих трех, значит, ну, теперь мы, значит, знаем про наш мешок. Наш мешок, он, значит, соответственно, в нем либо 7-граммный, либо 8-граммный, либо 9-граммный. То есть наш мешок один из этих трех. Ну, вот мы берем, соответственно, из нашего мешка такое количество монет, чтобы 8 умножить на количество этих монет, как раз было равно вот этой вот сумме, которая делится на 8. Ну, вот сколько раз нужно взять 70, чтобы делилось на 8? Ну, капитан Очевидность говорит, что ног двух чисел, 70 и 8 нужно взять. Можно, конечно, просто перемножить это самое такое тупое решение, да? Вот. Но более умно взять именно ног, наименьшее общее кратное. Так как 70 делится на 2, то наименьшее общее кратное будет 280. Соответственно, мы берем 4 эталонных комплекта на одну чашу весов. 4 по 70. 4 эталонных комплекта. И точно знаем, что здесь 280 грамм. А на другую чашу весов кладем 280 делить на 8, то есть 35 монет из нашего мешка. Вот и все. Значит, смотрите, что теперь происходит. Теперь происходит выравнивание в том и только том случае, если мешок, с которого мы брали, это мешок с монетами по 8 грамм. Если слева перевесит, если слева больше, чем справа, значит здесь еще меньше, чем 35 по 8, то есть это однозначно мешок по 7 грамм. Если наоборот перевесит правое, то, соответственно, это больше, а мы уже знаем, что наш мешок один из этих трех, значит, соответственно, мешок по 9. Ну и совершенно аналогичную процедуру мы проводим, если получился один из вот этих. Вот, там нужно брать ног из 70 и 12. Ну, можете дальше как бы это сами уже дорешать. Там чуть-чуть больше будет это число. Вот. Вот так, в общем, исправился. Ошибся, виноват, исправляюсь. Исправился. Дальше. Маленький подарочек на Новый год. Самым маленьким. Мне написал родитель, говорит, Алексей Владимирович, вот нам дали задачу вступительную в матвертикаль. Ну и вроде как, понимаем, как решать, но вот не понимаем. И понимаем, и не понимаем. Вроде как бы и механика ясна, вся эта круги Эйлера, т-д-д-д-д-д, но вот до конца все-таки непонятно. Не хотите ли вы разобрать вот такую задачу для самых-самых маленьких? И я подумал, что на Рождество вполне можно. Почему бы нет? Давайте на Рождество разберем. Задача такая. В столовой испекли 34 пирога. Дальше внимание. В 16 из них есть смородина. В 19 яблоко. В 7 смородины и яблоко. Давайте С вот так. Это С, это Я. В 7 смородины и яблоко. В 6 яблоко и творог. В 5 творог и смородина. И в 4 все 4, все 3 начинки. Все начинки. Начинки. В детстве я думал, что начинка от слова ночь. Такое ночное что-то, что внутри пирога, там же темно. Поэтому это ночное. И поэтому это ночинка. А потом я узнал, что начинка, это не то, что ночью, а то, что начиняют. То есть, как это, от слова, ну, чинить, да, начинить. Ну, в общем, короче говоря, от приставки на. Поэтому это начинка. Так вот, все начинки С, Я, Т. Ну, естественно, спрашивается. Да, и известно, что в один пирог вообще забыли положить начинку просто совсем. Сколько пирогов содержало творог? Вот вопрос. Сколько пирогов содержало творог? Давайте решать. Я вам предлагаю два метода. Один суперматематизированный, из высшей математики. А другой очень простой и понятный. Вам какой в начале? Правильно. В начале, конечно, нужно сложный, настоящий, чтобы терпение у вас выработать. Поехали. Итак, суперматематизированный способ. Рассмотрим множество из всех пирогов. Их 34. И рассмотрим характеристическую функцию начинки. Что есть начинка. Эта характеристическая функция от каждого пирога, от пирога, равна единице, если начинка есть. И ноль иначе. О, вот так вот. Ну и если я вычту ее, то это будет характеристическая функция отсутствия начинки. То есть пирога без начинки. Нет, не пустого множества. А пирогов без начинки. Вот. И, соответственно, она наоборот равна единице на том единственном пироге, где нет начинки. А на всех остальных она равна нулю. Вот. Так вот, я хочу, я утверждаю некоторую очень важную вещь. Смотрите, какую. Что вот эта вот функция равна произведению. Характеристической функции без сметаны. Вот так напишу. Нет сметаны. Умножить на 1 минус характеристическую функцию нет творога. И на 1 минус характеристическую функцию нет... Что там остались? Яблоки. Вот. То есть, смотрите, что утверждается. Что начинки нет, если нет ни одной из трех начинок. Правильно? То есть, достаточно в одном... Чтобы вот у меня... Если сметаны у меня... Если сметана есть, да? Если сметана есть, То это что означает? Что вот эта функция равна... Значит, сейчас, секунда, секунда, секунда. Неправильно написал. Неправильно написал. 1 минус хи n. О, молодцы, кто уже поправил. Равно наоборот. 1 минус хи s на 1 минус хи t на 1 минус хи я. Да, да. То есть, наоборот, равно произведению как бы характеристической функции, Что нет сметаны, нет творога и нет начинки. Хи нет сметаны, хи нет творога, хи нет начинки. Вот. А, соответственно, если их выразить через характеристические функции, Что сметана есть, творог есть, начинка, значит, яблоко есть. Вот, нет, нет яблока. Нет яблока. Вот. То есть, нет начинки, если нет ни одной начинки. Вот ровно тут это и написано, да? Вот, нет ни одной начинки, получается, что нет начинки. Но, а как только, соответственно, у меня одна из начинок есть, Тогда, соответствующее уже равно нулю, и, соответственно, начинка есть. Но, дело в том, что если я в таком виде перепишу, То я теперь смогу продолжить дальше. И что я сделаю? Я напишу, что это 1 минус хи сметана минус хи творог минус хи яблоко Плюс хи сметана творог плюс хи сметана яблоко Плюс хи творог яблоко минус хи сметана творог яблоко. Отлично! Вот. То есть, 1 минус хи начинки равно 1 минус вот это плюс это минус это. Но если я теперь перепишу через хи начинки, То функция хи начинки это хи сметана плюс хи творог плюс хи яблоко минус хи ст минус хи с я минус хи т я плюс хи ст я Вот, то есть у меня получается вот такая вот формула А теперь давайте посчитаем, что такое количество пирогов с начинкой Это сумма значений этой функции на каждом пироге От первого до тридцать четвертого И раз эта функция равна вот этой вот сумме, то здесь тоже можно писать сумма от одного до тридцать четыре Значение этих функций А теперь скажите мне, пожалуйста, что означает сумма от одного до тридцать четыре Значение функции, что у вас сметана есть Это ровно количество пирогов с сметаной А это количество пирогов с творогом А это количество пирогов с яблоком А вычитается количество пирогов со сметаной и творогом одновременно А тут вычитаете, соответственно, со сметаной и яблоком одновременно Здесь с творогом и яблоком И еще прибавляются те, в которых есть все Поэтому можно написать, что число всех пирогов, где есть начинка Это 33 Потому что в одном забыли положить Равно числу пирогов со сметаной Плюс числу пирогов с творогом Плюс число пирогов с яблоком Минус количество пирогов, в которых эти два Минус количество этих два Минус количество этих два И плюс количество все три Ну и теперь я просто подставляю, что мне давно Сметана 6, да, 33 равно 6 Плюс неизвестное мне Т Плюс 19, у которых есть яблоко Ой, 6, 16 16 плюс 19 Минус те, где сметана и творог Это 5 Минус те, где сметана и яблоко Это 7, видите, я просто подставляю сюда Я хочу вам сказать, что эта задача абсолютно стандартизованная И она, если честно, она, конечно, ничего не проверяет Кроме того, что ребенок знает формулу включения и исключений А точнее, то, что знают это его родители Поэтому, конечно, такие задачи давать на вступление в вертикаль Это, ну как, это скорее, наверное, проверка на эрудированность Ну, хотя, ладно, не буду судить, насколько это правильно Такие задачи давать Но суть в том, что это просто знание формулы включения и исключений Ну и все, отсюда можно получить ответ Да, что у нас получается 35 минус 5, 30 23, 17 21 То есть, соответственно, 33 равно Т плюс 21 Вот и ответ нам Т равно 12 Соответственно, ответ, что в 12 пирогах Будет у нас творог Ну, я не исключаю, что некоторые пятиклассники этого не поняли Тем более, даже я для начала перепутал, а потом только исправился Поэтому приведем здесь решение Ну, в общем, да, через круги элера, конечно Давайте нарисуем вот так вот так и так, да И у меня вот этот вот круг номер один, да, это яблочный круг Яблочный круг Солнце вокруг Вот Вот Дальше у меня будет творожный круг Ну, пусть он белый внизу А синий я просто не хочу слишком много мазать, да Синий это будет круг сметаны Сметана, она синяя, да, правильно? С синяя Сметана синяя, творог белый Вот Ну, конечно, правильно было бы еще черным здесь замаливать Чтобы творог был черный Тогда вообще будет супер Вот Ну, и теперь поехали Что нам, собственно, известно? Нам известно, что здесь 4 Вот тут 4 Вот, все начинки Нам известно, что всего 33, потому что в один забыли вообще положить Дальше Нам известно, что с творогом и сметаной Так, давайте у меня творог Это Т Сметана синяя Яблоко зеленое, как и полагается яблоку некоторому Вот Так вот, соответственно, творог и сметана это 5 Но 4 из них содержат и творог, и сметану, и яблоко Поэтому только 1 яблоко не содержит, а содержит творог и сметану Ой Творог и сметану, извините А творог и яблоко их 6 И 4 из них эти, поэтому здесь 2 Ну и, наконец, 7 это сметана и яблоко Из них 4 содержат все 3 Значит, соответственно, остается 3 В которых есть сметана и яблоко, но нет творога Ну и вот теперь мы вышли уже на уровень, на котором мы можем переходить к первичным данным А именно 16 пирогов со сметаной Из которых 3 плюс 4 плюс 1 Это 8 Из этих 16, 8 пирогов содержат что-то еще Поэтому остается 8, которые содержат только сметану Видите, мы приходим к базовым элементам, которые содержат только что-то одно Яблок 19 А 2 плюс 3 плюс 4 9, да Соответственно, остается 10 пирогов, которых только яблоко и больше ничего Вот И И теперь смотрите, что нам осталось Ну осталось просто знать, что всего вот в этих всех частях 33 Пирога, поэтому нужно вот эти все числа из 33 вычесть И тогда мы получим сколько пирогов содержит только творог А Ну и после этого мы, значит, чтобы получить все, которые вообще творог содержат Кстати, в условии не вполне понятно, да Которые содержат только творог или которые содержат творог Ну, видимо, имелось в виду, что которые содержат То есть не вот только эти, а все вот эти Ну все, поехали 33 Минус 10 23 Минус 3 20 Минус 8 12 А, а все, а нам нужно как раз это Нам нужно, чтобы пирогов Вот сколько осталось здесь, это 12 То есть ответ 12 Ну и из них, соответственно, так как 7 содержат что-то еще То можем заодно еще знать, что 5 содержат только творог Ну вот, вот такие вот у меня для вас замечательные рождественские подарки Но это еще не все Потому что заодно я хочу рассказать про планы на ближайший семестр Хотя бы широкими мазками Сразу предупреждаю Никогда вообще не пишите мне в Телеграм Никогда Там привязан мой Телеграм Привязан мой телефон Потому что там нельзя Иначе как бы Что-то как-то его нельзя держать Но это Телефон, это не смартфон Это вот этот телефон Вот, чтобы понимать Ну короче, он там лежит Но это примерно вот такой телефон Никаких там Телеграмов нет И вообще, если мне писать Телеграм Это Телеграм не мой Это Телеграм Сватеев образования Вот И там никто разбирает Там миллионы сообщений Которых никто смотреть не будет Разбирать там Это просто невозможно технически Связи со мной в принципе в этом году Видимо Ну не будет Есть электронная почта Но Она полностью завалена Я хочу сразу извиниться перед всеми В этом году Полностью весь год до декабря Полностью расписан уже поездками И поэтому ближайшие приглашения Возможно только на 25-й год Ну видимо это просто означает Что временно я вообще не принимаю никаких приглашений То есть это уже там Перешло в полную В какой-то полный мрак Я просто не успеваю вообще Не на что реагировать и отвечать Вот Поэтому некоторое время Не будет обратной связи Фактически не будет ее нова Как бы Ну пишите там Если что-то прям сверх Иногда я буду просить Пишите в комментариях То-то-то-то-то Ну вот например Сейчас я прошу Под этим роликом В комментариях Напишите Кто хочет попасть В тех или иных городах На лекции Ну и мы посмотрим На количество ответивших И потом будем уже решать Потому что в некоторых случаях Это прям свободный вход будет А в некоторых случаях Совершенно пока непонятно Но во всех вариантах Когда дело дойдет До соответствующего города За несколько дней В ВК У меня Будет информация Про Соответствующий город Жарко Я оставшуюся часть ролика Запишу без шляпы Вот Итак Значит Кроме разных мероприятий В Москве Ну я их не буду перечислять У меня будет курс На физтехе буду читать Теорию колец и полей Для нашей группы экономистов На ФПМИ Вот Перемешку с Митей Линским Буду читать Вот Значит Ну Значит Что будет из Выездных Дел Где возможно Можно будет прийти Так Двадцать второго В понедельник Сызрань Это январь Сызрань и Самара Вечером Значит Двадцать третьего Я еду в Красные Ключи К священнику Который мне знаком Пока только через Переписку Отцу Георгию И далее В Магнитогорск На моей карте Появляется новый город Магнитогорск Это двадцать четверто января Так Двадцать девятого Еду в Кременки В районе Серпухова Так Тридцать Я может быть что-то пропущу Я так сейчас Как бы Короткими мазками С пятого по восьмое Я на Урале Много чего В районе Екатеринбурга Зимняя матшкола И несколько выступлений В городе Возможно будет выступление В храме на крови На месте Убийства царской семьи Вот Дальше у нас идет Выезд в Майкоп Скорее всего На буквально один день После дня науки Двенадцатого февраля Тринадцатого февраля Будут в Майкопе Так Потом Значит Так Тут какие-то конференции Внутреннего пользования Будут Далее Комбалк Двадцать первых Двадцать третьего Двадцать четвертого Или двадцатого Двадцать позlon Двадцать третьего февраля Комбалк Это Комбинаторика полгогология Всегда я езжу Абсолютно Школа Райгородского Так Двадцать восьмого Набережные Челны Двадцать девятого Лекции В Набережных Челнах Первого В Екатеринбурге Лекция для учителей Большая Первого марта Дальше Шестого марта Черноголовка Черноголовка Подмосковная Где я Жил одно время и вел кружок, в общем, вернусь, можно сказать, туда, где я провел какое-то время. Так, дальше идет у нас, дальше идет снова, снова идет Майкоп. Да-да-да-да, конечно, Кавказская Матолимпиада. Так, потом не скажу, что будет, пока не буду говорить, потому что пока еще билеты не на руках. Так, дальше у нас, дальше у нас будет выезд в Петербург и, возможно, в Великий Новгород. Это самое начало апреля, 2-го, 3-го, 4-го апреля. Затем будет, затем, затем, седьмого день открытых дверей, вроде бы, в МФТИ, на каникулы, но это нет, мы скорее просто семьей куда-то поедем. Челны, а, большой татарстанский выезд будет 15-16-17 апреля, а 24-25 апреля в Нижнем Новгороде. Да, 13-го марта Нижний Новгород не будет, я его перенес из-за того, что принесли Кавказскую Матолимпиаду, зато он будет в конце апреля. Вот, так что долгожданный Нижний Новгород будет. Так, Петрозаводск, скорее всего, 13-го мая, 17-го мая Вятская, Ярославская, это самая-самая красивая деревня России, 23-го, 23-го мая, скорее всего, Полоцкий, Брест. Так, Якутск, прошу прощения, все-таки переносится, видимо, на октябрь, никак не вылезает пока в программу. Савич, привет, приеду когда-нибудь к тебе, но все-таки не сейчас. Да, и 1-го июня, Набережные Челны, математический бегущий город, интеграл по городу. Ну, дальше, возможно, лагерь Квант, туда-сюда, в общем, примерно вот такой план на ближайший семестр. Ну, на тот семестр, который дальше будет, уже как-нибудь ближе к делу я расскажу про все. Так что, всех с 2024-м годом, а 2024-е это вам не хухры-мухры. Это знаете что? Это не хухры-мухры, нет. Это 2 в кубе, плюс 3 в кубе, плюс 4 в кубе. Плюс 5 в кубе, спасибо Сереге Маркелову, который напомнил. Плюс 6 в кубе, плюс 7 в кубе, плюс 8 в кубе, плюс 9 в кубе. Вот что такое, 2024, так что ждите сюрпризов. Ну, а секрет в том, что если еще прибавить 1 в кубе, то будет следующий год, который по известной формуле Паскаля, 9 на 10 пополам в квадрате, да? Сумма кубов подряд идущих, это квадрат просто суммы. Сумма. Следующий же год, это просто невероятный год, это квадратный, во-первых, впервые с 1936-го будет квадратный год, квадрат. И во-вторых, еще и какого числа, бинамиального коэффициента квадрат, да? Сумма подряд идущих чисел. И это просто, я даже не знаю, что в этом году должно произойти. Ну, надеюсь, что что-нибудь супер хорошее произойдет. Ну, а пока у нас 2024-й на повестке дня. Всех еще раз поздравляю со всеми праздниками. Маткульт, пока!